МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апошние подзеи в области у материалах корреспондента у телерадо-компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Витаю вас, глядите у гэтым выпуску. Центры занятостей пропановывают новые виды оплачиваемых громадских работ. У Гомель пройшел молодежный фестиваль социальной рекламы. У областным центры урочисты означали 80-ти годы управление по борьбе с экономичными злочинствами. У субботу у областным центры проведут гукань невесны. А зараз об гэтым иншим больше подробязна. Центры занятостей пропановывают новые виды оплачиваемых громадских работ. До традиционного сбора другасной сыровины додались выезды у сельско-господарчая предприемства. С умовами працы и по мерам зарплаты ознайомился Олег Синцеров. Сегодня на улице в Гомельском городском центре занятостей находится порядка 2400 человек. Это на открытии меньше, чем количество пропановых вакансий. Проблема в том, что профессии, которыми володуюсь, беспросовные на сучастном рынке працы, часто не запотребованные. Террот пропанов перенавучание за отрыванием новой специальности и открытие властной справы. Обрачатого периодично заявляют пропановы от гомельских предприемств. Зараз, например, одно из них объяснило набор пособных работников, заварщиков и поваров, причем на этой специальности проймаются и инвалиды. Ящадно могчемысь заработать за отрыванием стажу и выплатами у пенсийный фонд оплачиваемые громадские работы. С биржи труда приезжают люди, перебирают картофель, зачищают капусту, затаривают лук. Это работа, которая производится перед реализацией. Работа, в принципе, неплохо оплачивается. От 10-15 рублей можно заработать в день. Это не просто разовые выезды в господарку. С кожным жадающим заключается процентный договор на два месяца, у яким предупреживаются все правы и повестки боков. У КСУБ Брилёва, сгодно с этим документом, зарплата выплачивается на проконцы кожного тыдня. Когда працевать сумленно, то за этот час можно заработать на плату тех же коммунальных послуг, где ликвидовать некую запозыченность. Причем начать день договора, наимальник гарантуем. Работа будет предоставляться постоянно с обоисковой гарантованной оплатой. У селяки в выпадку, это не самый горший вариант часовой занятости. Уже второй месяц я ищу. Ждите, вам позвоним. Когда они позвонят, это неизвестно. Жить за что-то надо, за квартиру платить надо. И вот ездим в колхоз. Громадско-оплачиваемые работы у сельскохозяйственных предприемств только починаются. Уже с ближайшего понеделка они станут значительно больше массовыми, а колькость предприемств, которые готовы предоставить часовых заняток, повеличится. Начнутся массовые выезды со следующей недели. Мы организуем и плачиваем общественные работы. Они направлены на то, чтобы поддержать безработный период поиска работы. Это будут в основном сельскохозяйственные предприятия, в основном здесь по Гомельскому району, Восток, Брилёво, Урицкая, может быть, Берёзки, Лесхозы. Будем ездить в лес, там садить лес, сказали, нужно, и мы, значит, будем помогать это делать. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, Телерадо, компания Гомель. Гомельский вагонобудовничий завод наведала информационная группа Гарвы Канкама под керовнистом старшини Петра Кириченки. Месяц тому одному со старейших предприемств у региона спойнился 143 годы. Однако технологичный процесс тут сучасный. Модернизация идем постоянно. Гомельские вагоны поставляются в Россию и Казахстан. Штогода объемы поставок повеличиваются як минимум на 5%. И на гэтый год портфель заказа уцелком сформированы. Предприемство працует с прибытком. Усех доведенная летость прогнозной показчики целком выкананы. Коллектив завода – это 1150 человек. З'ех, прикладно, чверть – молодь. На территории предприемства для супрацовников устворена зручная инфраструктура. Продолжены льготы, на харчевание, оказываются бесплатные медицинские послуги. Вот та ситуация, которая в этом коллективе сегодня сложилась, она вполне удовлетворяет и руководство предприятия, и руководство города, но и самое основное, что на людей, которые здесь работают, удовлетворяется. Уровень заработной платы на этом предприятии значительно выше, чем средний городской, уже говорит о том, что все остальные вопросы, безусловно, решаются вполне конструктивно и успешно. До речи про питание. Задать их старшине Гарвы Конкама в этот день мог каждый супрацовник предприемства. Людей цикавили темы практически всех сфер житейности Гомеля. Например, завершение будовництва у Сходного обхода, появление новых объектов в громадских охарчевания, дальнейших измен в обличии города. На некоторые питания отказы были дадены одразу, другие взяты на контроль. До речи, завтра же Хары Гомельской области смогут задать свои питания керавництву региона и города Гомеля. 18-го Саковика отбудутся черговые субботние промые линии. Старшиня Гомельского облывы Конкама Владимир Андреевич Дворник будет принимать звороты по номеру телефона 75 12 37. Гомельчан выслухает старшиня Гарвы Конкама Петр Алексеевич Кириченко. Номер телефона 75 19 84. Час работы промых линий с 9 ранницы и до поудня. Сегодня в Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны в першиню пройшел молодежный фестиваль социальной рекламы «Святло добра». До дела у им принимались видеоролики и плакаты на социально значные темы. Какие проблемы с участницей хвалюют молодь, доведалась Ганна Ковалева. Перша в истории университета фестиваль социальной рекламы выкликал великую текавость студентства и одразу же стал международной пляцовкой. Амаль пал сотни работ, полторы десятки ВНУ и три краиноудельницы. До фестиваля у его организатора и шли Амаль год. Столько дожилася подрыхтолка. Организация фестиваля на самом деле была очень долгой, кропотливой. В результате удалось наладить сотрудничество со многими вузами. И в этом тоже огромный плюс. Цель – это объединение молодежи через творческий поиск решения духовно-дравственных и социально-экономических проблем современного общества. Беларусь, Россия и Украина. Вот география удельника. У них леди Шинамижи фестиваль показал, у студентства один погляд на острые проблемы с участника громадства. С десятков работ у финал трапили 15 видеороликов и 10 плакатов. Пять из них – ауторство Гамельчан. У своих работах студенты закликали быть добрыми, вести здоровый ладжиття и заставаться собой навод у виртуальной просторы. Они с удовольствием всегда участвуют в такого рода мероприятиях и откликаются, потому что учеба без творчества тоже невозможна. Тут же первых и последних не должно быть. Мы все работаем на одну цель, чтобы объединиться, чтобы действительно какие-то проблемы вместе разрешать. И все ж таки, лепшие работы были вызначены сирот критерию оценки, техничная якость, оригинальность и глубиня идеи, ее выконание, социальная значность и слоган. Работы оценили жюры в составе кировников державных структур Гомеля и в области, представников СМИ и высшейших научальных установ. Так, лепшим видеороликом признана работа Минского державного лингвистичного университета. Сярод плаката улепшая стала работа Белорусского державного университета транспорту. Самые якостные и оригинальные видеоролики отрымали путевку на телеэкраны, а плакаты будут размешаны на билборда города. Ганна Ковалева, Яуген Макинка, телерадо, компания «Гомель». У «Гомель» урочисто означали в 80-ти годзе управление по боротьбе с экономичными злочинствами. Свою историю гэтая служба, отличивая с 1937 года, калю в составе Головного управления рабочаселянской милиции был створен отдел по боротьбе с крадежами социалистичной уластности и спекуляцией. Сучасный выгляд служба по боротьбе с экономичными злочинствами стала набывать в 1991-м годзе. Зараз акценты у организации работы зроблены на боротьбу с коррупцией у державных органах, а так само злоуживаннями с боку керавников и отказных особ державных предприемств и организаций. У першую чергу у стратегичных галянах экономики. На юбилее службы у одной зале сустрелись девчатые супрацовники и гоноровые ветераны. Одночасово со словами «Веншавання» милиционеры отримали диплом у Министерства внутренних справ и областного управления. А так само вымпилы призеров областного этапа конкурсу название «Лепший супрацовник» подразделения по боротьбе с экономичными злочинствами. Мне хотелось бы поздравить как действующих сотрудников так и наших ветеранов наших учителей пожелать всем крепкого здоровья благополучия в семье потому как будет крепкий тыл здоровья и на передовой мы сможем достигать тех результатов выполнять те требования которые предъявляются нам руководством управления внутренних дел Министерства внутренних дел и руководством страны в целом. До инших тем У интернации номер 2 Гомельского колледжа чугуночного транспорта отбылся пожар На счастье умовны тут отпрацовывали эвакуацию жихаров Гэта частка мониторинговых мероприемств у якого проводят управление МНС Специалисты оценивают стан пожарной безпеки интернатов После включения пожарной сигнализации студенты и персонал организованно покидают будинок праз запасные выходы Усё проходить под контролем супрацовников МНС Задача МЧС координация и контроль по эвакуации людей и сохранению материальных ценностей а также нераспространению пожаров в данных общежитиях После того как усе покинули будинок сборная дворы и оценка дейня у супрацовниками МНС Однако добрая эвакуация прошла худко никто не потерпел На этом мероприемство не завершилось у актовой зале колледжа студентам ящераз нагадали об правилах безпеки У неделю 19-го соковика у поселку Азарыч Калинковицкого района пройдет митинг реквем Мероприемство присвечено памяти загинувших вязнях и тем кто сдолил выжить в этом лагере смерти У 1944 годзе яго вязнями стали каля 50 тысяч человек с Гомельской Полесской и Магилевской областей Беларуси а так само Орловской и Смоленской областей России А маль 20 тысяч з'их загинули У гэты день представники Минской религийной суполки передадуть капсулу с землею для ее закладки у Крыпте храма помнека у гонор усих святых Гомельская областная филармония рыхтуется отзначить 50-ти годовый юбилей зараз тут проходят постоянные репетиции номеров яки аглидачы убачить подчас юбилейного концерта 24-го соковика сегодня в составе Гомельской областной филармонии 13 коллективов яки выступают у розных жанрах от иллюзийных представлений до выполнения классичной и сучасной музыки до великого юбилейного концерта в областном громадском на сцену выйдут знакомитые белорусские артисты яки у свой час выступали с коллективами филармонии ци являются яе выхованцами у Гомеля отбулася доброчинная фотосессия акцию употрымку детей социально-педагогичного центра организовали волонтеры от рада БРСМ открытое сердце 7 выхованок притулку стали героинями казочных сюжетов с подробязностями Ганна Коральчук Кожная девчинка Марыц стать принцессой хоть на один день трапить указку маленькой надзей 6 годов яна крыху соромится такой уваги до себе Олега бояльно усмехается для яе и нешых девчинок социального притулку в этот день Мары стали реальностью мне вернулись как делали причастки губы красили ресницы красили заплетали меня расчесывали мне порнавилась почувствовать принцессой Организаторы подрыхтовали специальные уборы и упрыгоживания Кожная девчинка стилист подобрал уникальный образ А кроме того героини фотосессии отримали именные подарунки каб гэтый день запомнился надолго Доброчинная акция организована дякуючи волонтерам злику работников открытого акционерного товариства Гумсельмаш Подтримали инициативу и две молодые жанчины фотограф и стилист Волонтерский отряд существует уже более 13 лет мы дарим добро и счастье людям тем кто в этом больше всего нуждается Кто может быть дороже улыбки ребенка и во многом от нас от взрослых зависит и хрупкое детское счастье так давайте принесем в их мир немножко света и обогреем теплом своей души и возможно сегодня нам удастся исполнить какую-то детскую мечту Поддержали общую идею помочь деткам в рамках такой акции А так как сами будущие мамочки вместе еще со стилистом Екатериной решили поддержать такую интересную идею Каждая улыбка ребенка очень важна особенно когда детки остаются без поддержки взрослых без поддержки мам очень больно смотреть когда деткам не хватает материнского тепла внимания и заботы Хочется конечно подарить как можно больше и своего тепла и больше внимания таким деткам Гэта только одна акция с великого доброчинного проекта Дары Добро Наступный крок волонтеров допомога у Ладзиславу Лопатину трогадому выхованцу детячего дома який хворен лейкоз Калі вы так сам ожидаете долучиться до гэтой доброй справы звернитеся до волонтеров по номеру телефона який вы зараз бачите на экране Ганна Корольчук Валерия Гопанько телерадио компания Гомель 18-го саковика у Гомелі проведуть гуканні весны народное свято присвячено приходу весны и означается прилетом птушек местом гуляни в стане набережной раке Сожна территорией палацово-парковых ансамбля организатором свято выступает филиял ветковского музея наступном тыдне гамельчане смогут поклониться чудотворной иконе Божай Маті худка послушница гэтый образ захаваўся до наших дзен у добрым стане хоть ему уже больше як 100 годов написанный и освеченный он был на Гары Афон для поклонения святыня будзе доступна с 24-го саковика по 10-го красавика у Гомельским храме иконы Божай Маті худка послушница Гэтэ а так сама іншая новіны вы можете знайсці на нашым сайті у интернеті по адрасі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершенный у студы працавала Наталья Игнаценка Мы сочым за развецем падзею Гомелі в області заставайціся з нами на гэйнацію Продолжение следует...